И снова привет, вы на бойцовском канале в ударе. Перед началом просмотра, друзья, поддержите видео лайком, наша цель по-прежнему набрать 10 тысяч подписчиков. Поддержите наш канал, подписка это очень важно. Спасибо, ну а мы начинаем. Владелец трех чемпионских титулов в полутяжелом весе Артур Бетербиев высказался о бою против Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира. При этом сам Бивол до этого заявил, что готов провести поединок с Артуром Бетербиевым за все титулы в полутяжелом весе. Артур рад возможности объединить пояса, однако до этого ему предстоит бой против Колумба Смита. Похоже, что я потирусь с Биволом в 2024 году, я рад, что этот бой состоится, но прямо сейчас я сфокусирован на бою против Колумба Смита, заявил Артур Бетербиев. В свою очередь Колумб Смит жестко высказался про Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Бьющий британец намерен сорвать планы по долгожданному объединительному бою. Я не виню людей за желание увидеть бой Бивола и Бетербиева, ведь как фанат бокса я бы тоже хотел на это посмотреть. Но выглядит очень уважительно, когда люди уже публикуют посты об этом поединке. Хотя мне вскоре предстоит биться с Бетербиевым. Я уверен в своих способностях и чувствую, что если буду в лучшей форме, то могу победить Артура. В своих лучших кондициях я могу победить кого угодно. Я выиграю Бетербиева после встречи с Биволом, тем самым разрушив планы многих, говорит Колумб Смит. Ну а знаменитый боксерский тренер Роберт Гарсия раскрыл способ победить небитого чемпиона полутяжелой категории Дмитрия Бивола, а также дал прогноз на его бой с Артуром Бетербиевым. Дмитрий уже подписал контракт на бой, а Артуру, в свою очередь, предстоит пройти Колумба Смита. «Нужно резко наброситься на Бивола. Пожалуй, это, черт побери, единственный способ его победить. Необходимо резко броситься на него и сильно его потрясти. Я думаю, что Бивол выиграет и станет абсолютом», — говорит Гарсия. «Сейчас много абсолютных чемпионов. Люди хотят драться друг с другом и объединять пояса. Последние несколько лет были удачными в плане объединения поясов в боксе и определения абсолютных чемпионов», — сказал Роберт Гарсия. Ну а Дмитрий Бивол рассказал, почему же Колумб Смит не сможет победить Артура Бетербиева 13 января. «Я даю больше шансов Бетербиеву, у него больше опыта, это крепкий боец». Смит захочет, чтобы Артур с ним сблизился. У Колумба длинные руки, но он обычно сокращает дистанцию и не использует свой размах рук. А для Артура Бетербиева это хорошо, считает Бивол. Ну а неужели Джей Апитая сразится с Биволом? Чемпион WBA Дмитрий Бивол в конце декабря признался, что инвесторы Саудовской Аравии предложили ему провести поединок с экс-чемпионом дивизионом выше Джей Апитая. Его рекорд 24-0. «Стоит ли ожидать этого боя?» — рассказал британский обозреватель бокса Гарри Дэвис. «Я знаю, что они хотели свести Бивола и Апитая в аксерском ринге. Считаю, что Джей Апитая слишком большой и слишком мощный для Бивола. Они выглядят примерно одинаковыми, если их поставить рядом. Но мне кажется, что в этом случае резоннее говорить не об этом бое, а о переходе Апитая вообще в хаби-вейт, особенно учитывая ударную мощь этого бойца. А для Бивола было бы странно принять бой с Апитая, учитывая, что ему нужен бой за наследие в полутяжах с Артуром Бетербиевым», — говорит Гаррет Дэвис. Вот такие вот новости на сегодня, друзья. Пишите в комменты, что вы обо всем этом думаете. Ну а с вами, как всегда, был Бойцовский, канал в Ударе. Подписывайтесь и ставьте пальцы вверх.